Здарова ребятки, меня зовут Павел и сегодня я расскажу вам о заработке в Mount & Blade. Таймкоды естественно есть и в описании. Но перед тем как приступить к своему повествованию я хотел бы оговорить пару моментов. Первое это актуальная версия игры 1.10 бета с хотфиксом от 13 апреля 2020 года. Второе русификатор версии 2.4 взят из сайта команда.ua. Я бы хотел обратить ваше внимание на этот сайт и ссылки которые на нем указаны. Ребята стараются для всего комьюнити абсолютно безвозмездно, если вы хотите их отблагодарить, то сделайте это непременно. Уверен что даже ваше скромное спасибо за русификаторовых комментах будет очень к месту. Ну а теперь пожалуй начнем. Так как с каждым патчем что-то в игре меняется, я постараюсь дать вам советы которые останутся актуальными спустя какое-то время после выхода ролика. Давайте для начала разберемся какие виды заработка мы вообще имеем. А имеем мы ни много ни мало аж два вида дохода. Активный и пассивный. Активный заработок в этой игре раскрывается через купли-продажу всякого разного. Ну и грабежи, будь то караваны, деревни, лорды различных фракций или шайки разбойников. А пассивный через владения мастерскими, караванами, а также налог с ваших владений. Есть еще один способ, который пока что не доработан, но имеет место быть. Это продажа кованого вами оружия, но пожалуй об этом в конце ролика. Для каждого вида заработка есть навыки, которые будут вам полезны. Для активного заработка будет полезен навык плутовство для пассивного управления и ковка. Но так или иначе, чтобы выгодно продавать награбленное и увеличивать прибыль с мастерских и караванов, вам понадобится навык торговли. Рассмотрим активный заработок. Тут два пути. Первый крушить всех вокруг и продавать награбленное, второй купить подешевле на юге и продать подороже на севере. Грабеж увлекательнейшая штука, потому что поле боя в этой игре доставляет лично мне море удовольствия. Но нужно быть готовым к некоторым моментам. А именно к тому, что вам придется содержать какое-никакое войско, которому вы платите в том числе и тогда, когда солдаты ранены и не принимают участия в бою. Также грабить крестьян и шайки разбойников не так, чтобы выгодно. Как правило, это слабенькие бойцы, которые по факту не дадут вам много дорогого улта. Нужно выбирать цели пожирнее, банды дезертиров, караваны или отряды лордов. Но подобные действия будут расцениваться любым королевством, как начало войны с вашим кланом, и передвигаться по карте свободно станет труднее. Впрочем, принцип прост. Найди, уничтожь, забери луты пленных, продай в ближайшей лавке. Стоит обратить внимание на навык плутовство, с ним грабежи становятся гораздо прибыльнее. А теперь о торговле. Это самый безопасный для вас в начале игры заработок и самый простой. Чтобы стать самым богатым спекулянтом, нужно придерживаться всего ничего, пары принципов и малость хитростей. Для начала давайте проясним, что нам нужно для комфортной торговли. Ведь торговать вы будете явно не на протяжении всей игры, а лишь в начале, пока не добрались до своих первых владений и не прониклись в местной дипломатии. Суть торговли, как безопасного активного заработка, заключается в том, чтобы без лишних происшествий типа стычек шайки разбойников купить товар в точке А и продать его в точке Б. Возможно, составить какой-нибудь торговый маршрут, если вам это интересно, и проскакать нехилый отрезок карты, набивая свой кошелек. Я думаю, что каждый зритель может находиться на совершенно разных стадиях игры, но алгоритм действий я, пожалуй, предоставлю для тех, кто только вышел с тренировочного лагеря с 1000 динаров в кармане. Ведь остальным алгоритм будет выполнить гораздо проще. Для начала давайте определимся, чем торговать, чтобы приблизительно направиться в точку места первых покупок. Если вы только начали игру, то на рынках информацию о выгодных ценах вы не соберете. Поэтому в описании к этому видео я оставлю вот эту карту. На ней отмечено, где и какой товар производят. Зачем вам она? Дело в том, что там, где товар производится в избытке, он стоит дешево, а там, где его нет, он стоит дорого. Допустим, первым объектом наших спекуляций станут финики. Как вы видите, они в изобилии вот в этой части карты. К слову, тут же и молы стоят в пределах сотни монет за голову. Товар на покупку у нас имеется. Что дальше? Я намеренно выбрал окрестности Хусун-Фулка, так как по пути к этому городу мы должны совершить ряд манипуляций. А именно собрать свою первую крохотную торговую армию и навалять одной другой шайки разбойников. Это нужно для того, чтобы обеспечить в дальнейшем себя безопасностью на торговом маршруте и увеличить размер приносимого груза. Также продать пожитки разбойников, дабы немного повысить свой капитал. Так как это все работает? Очень просто. Разбойники с вероятностью в 90% не будут трогать вас, если численность вашего отряда будет более 20-25 человек на первых порах игры. В дальнейшем они не осмелятся нападать, если вы значительно превосходите их численностью и качеством. Учитывайте также и способности своих бойцов. Не стоит постоянно таскать за собой необученную пехоту. Также постепенно по мере своих финансовых возможностей повышайте количество солдат в строю. Готово? Можно считать, что безопасность теперь вам гарантирована. Осталась лишь одна переменная. Это переносимый груз. Зависит он от количества солдат в отряде, от количества вьючных животных и от количества лошадей в вашем инвентаре. Каждое вьючное животное, будь то вьючная лошадь, мул или вьючный верблюд, дадут вам плюс 100 единиц к переносимому весу. С определенным навыком эта цифра немного вырастет. Каждый солдат в отряде даст вам плюс 20 единиц и каждая лошадь еще 20. Лошади для нас. Крайне важный ресурс. Старайтесь сделать так, чтобы на каждого пехотинца приходилось по одному скакуну. Это даст прирост в скорости перемещения по карте. Не нужно бездумно скупать всех вьючных животных и всех лошадей. Ваш отряд из 20 человек не сможет быстро вести стадо из 40 мул. Покупайте вьючных животных с умом и следите за переменными скорости отряда. Теперь немножечко о навыках, на которые нам стоит обратить внимание. В навыке обаяния обратите внимание на самый первый перк. И на навык торговля целиком. Тут много перков и выбирать их нужно в зависимости от стиля игры и того что вы хотите получить. Поэтому я думаю каждый из вас решит это сам. Давайте-ка подытожим слегка. Собирайте компашку от 20 человек попутно наращивая свой капитал. Набирайте вьючных животных. Покупайте дешево в одном месте и продаете дорого в другом. Мне кажется все максимально просто. Если вы хотите чтобы я предложил вам конкретный товар, то смею заметить что торговать только одним маршрутом едва ли не самое скучное занятие в игре. Давайте я покажу вам на карте какой маршрут я прохожу почти с каждым новым персоналом. Начинаем мы вот здесь. Сразу я нанимаю в ближайших деревнях рекрутов и вот в этой деревушке вручаю им по коню. Но нужно же успевать догнать каждую шайку дебоширов разбойников. По жидке неумелых рекетиров я продаю вот в этих городах попутно пополняя ряды своей скромной армии. Обычно к тому моменту как я добираюсь до города Данустика у меня есть уже 20 человек и половина из них на конях. Зачастую мне не лень вернуться в район города Порос и скупить овец или шерсть чтобы пусть с небольшим наперегрузом отправиться уже в Хусунфулк. Тут я продаю шерсть и то что выбил с разбойников по пути. Далее я не спешу все-таки браться за финики потому что пока что я могу набить ими разве что свои карманы ведь мулов я до сих пор не покупал. Путь дорогу я держу ближе к центру пустыни там вьючные парнокопытные и лошади обходятся дешевле всего. И не брезгуйте квестами когда заходите в деревне. Помимо того что в деревнях товары всегда дешевле, также у старость бывают элементарные квесты. Типа моя дочка убежала с хулиганом, помоги ее найти, она в соседней деревне это ведь так сложно. Выполняется всего за 2 минуты реального времени, а в кошельке у вас 500 динаров. Почему бы и нет? Каждый раз добравшись до центра пустыни у меня уже есть 20 человек часть из которых даже 2-3 уровня если смотреть по древу воин. На каждого из этих бравых ребят приходится по лошади и у всех нас есть скромное стадо мулов. На конкретно у меня не менее 3-4 тысяч динаров. И мне не хочется ехать обратно. Я делаю круг через скуяс и артизию, попутно набивая инвентарь рыбой и теми же финиками. Продам их скажем в джалморизе или поросе. Завершив получившийся круг, я уже думаю, ехать ли с овцами и шерстью вкусен фулк и обратно уже с финиками или навариться где-либо еще. Но обратите внимание на то, что навык торговли качается от прибыльных сделок, поэтому составляйте первые маршруты короткими, чтобы быстрее продавать и быстрее прокачать навык. И давайте уже перейдем к пассивному доходу. Что вам нужно знать о пассивном доходе? То, что он стабильно приносит прибыль. Но эта прибыль не постоянно и каждые игровые сутки меняется. Безусловно, есть определенный минимум. В ноль идти можно, но я вам расскажу как не обанкротиться. Так что не переживайте. Дабы получать какие-то деньги в день, нам нужно купить мастерскую в городе или оттуда же отправить торговый караван. Караван отправляется очень просто. Нужно обратиться к ремесленнику из меню города и в диалоговом окне изъявить желание отправить караван. Для этого нам понадобится спутник и 15 тысяч монет. Есть спутники, у которых прокачан навык торговля и по логике вещей они должны приносить больше прибыли. Но по моим скромным наблюдениям, разницы в том какой спутник поведет караван нет. Напоминаю об актуальности этой информации, сейчас всего лишь патч 1.10. Как работает караван вообще? После того, как вы отдали 15 тысяч из спутника, он автоматически покидает ваш отряд и набирает войско для защиты караван. В тот же день он выдвинется на свой маршрут. В сутки из своего кармана вы будете платить жалование на охрану каравана. Но вместе с этим, спустя неделю игрового времени вы начнете получать прибыль, которая окупает это жалование с лихвой и пополняет ваш кошелек. Если вы ни с кем не воюете, то бояться за караван не нужно. Но если он забредает на территорию враждебных королевств, то на него могут напасть. Не могу сказать точно о последствиях, за все время ни один мы караван не разграбили. Возможно это о грехе версии. Караван можете отправлять из любого города. Я отправляю из того, в котором держу мастерские. Мастерские. Это второй источник пассивного дохода в игре, который обойдется вам единоразово до 16 тысяч монет. Большинство информации вокруг мастерских либо не работает, либо не проработано. Реально узнать, какую мастерскую купить, можно только просмотрев наличие товаров в городе. Если сырья, которое закупает, скажем, кузница в достатке, и оно стоит дешево, а готовой продукции либо нет на рынке, либо мало, и оно стоит хотя бы в два раза дороже сырья, то мастерскую можно брать. А, совсем забыл. Вот табличка, какие мастерские есть и какое сырье им нужно. На данный момент наиболее прибыльные кузницы, столярные мастерские, пивоварни и магазины керамики. Остальные не приносят прибыли вообще или приносят совсем мало. Есть еще две вещи, которые вам нужно знать. Первое. Не надо покупать мастерскую в городе, если вы точно знаете, что с фракцией, которой он принадлежит, вы будете воевать. Иначе вы просто потеряете мастерскую до тех пор, пока город не станет вашим, или получите 5000 компенсации, если вкачан определенный навык. Но сколько раз я не воевал, сколько раз города были в осаде, ничего с мастерской не случилось. Скорее всего это о грехе версии. Вторая штука, которую вам стоит знать, это доход от мастерских. В полном объеме он будет приходить вам, так же как и с караванами, в течение недели, и в последующем будет расти. Если спустя две недели вы видите, что мастерская не приносит больше 200 динаров, продавайте ее или меняйте производство, что обойдется вам в 2000 динаров. Чтобы поменять род деятельности вашей мастерской, не обязательно ехать в тот город, где она у вас куплена. Это можно сделать через меню клана, просто вот так. Итак, вы поездили по городам и нашли идеальное место. Пусть это будет ваш магазин керамики в, скажем, Вострум. Вам нужно прогуляться по городу и найти любую мастерскую, найти в ней персонажа, который подписан как торговец, поговорить с ним и купить через диалог то, что нам нужно. Если вы зашли в кузницу, чтобы сделать из нее магазин керамики, то вам не придется платить за смену деятельности мастерской. Вы сразу покупаете мастерскую за ее цену и определяете ее род деятельности бесплатно. Количество мастерских и караванов зависит от уровня клана. На шестом уровне клана вы можете иметь 7 мастерских и 7 караванов. Обратите внимание на перки в навыке торговли. Не определитесь, на что вам стоит делать ставку. Удариться в караванщики или владельца ремесленников. Налоги с поселений. Тут все очень просто. Вы получаете доход от налогов с каждого феода. То есть от деревни, замка и города. Деревни пока что прокачать нельзя, замки и города можно. Тут довольно простое меню. Ваша прибыль будет больше, если поселение будет процветать. Чтобы этого добиться, нужно строить то, что остает по параметрам. В каждом замке по-разному, а определить не сложно, тут все подписано. Обратите внимание на то, что многие города связаны с замками и наоборот. Скажем, если вы завладеете замком Макилова, то он не будет процветать без города Эпикротея, потому что еды в замке будет не хватать. Следите за провиантом своих владений. Если деревень это не касается, то вот в городах и замках есть гарнизон, которому вы также платите регулярные жалобни. Обращайте на это внимание. Если оплата гарнизона будет больше налогов, надо уменьшить гарнизон. Кузнечное дело. Ох уж это кузнечное дело. Становится немного грустно на душе, когда я думаю об этом. На данный момент это самый неоднозначный способ заработка со своими большими плюсами и большими минусами. Чтобы его прокачать, нужна усидчивость, тонна провианта и какой-никакой капитал. Объясню почему. Суть навыка говорит сама за себя. Куешь мечи, получаешь опыт. Плавишь мечи, получаешь опыт. Давайте зайдем в кузницу. Тут у нас море всего. В этом окошке мы можем плавить оружие. Любое. Купите вы его или снимете с поверженного врага, не важно. Расплавив оружие, у вас есть шанс изучить какую-либо деталь. Это рандомная штука, я плавил топоры и изучал каким-то образом части металлического ножа. Чтобы расплавить что-то и получить ресурсы, нам нужен уголь. Уголь мы можем получить из дерева, вот в этом окне. Тут же с течением времени и прокачкой перков, вы сможете делать более качественную сталь. Как только у вас будет хватать на первые мечи, вы вот в этом окошке сможете выбрать детальки и выковать оружие. Каждое вышеперечисленное действие тратит выносливость кузнеца. Ее можно увидеть вот тут. И дело в том, что вам нужно выстрадать месяцы игрового времени, чтобы ваш персонаж изучил детали мечей пятого уровня. Кстати, при ковке оружия детали тоже изучаются. И вот тогда, спустя эти месяцы, вы сможете крафтить оружие, которое на рынке будет стоить более 90 тысяч динаров. Вы можете скрафтить их 10 штук и продать в каждом городе по одному, не не беспокоиться о деньгах в ближайшее время. А можете использовать свое творение на поле боя, решать конечно вам. Я попробовал, мне не понравилось. Я лучше повоюю и получу эмоций побольше, чем буду бесконечно восстанавливать эту выносливость каждые 2 часа игрового времени. Кстати, чтобы и восстановить выносливость, нужно просто отдохнуть в городе от 2 до 10 игровых часов. Это пожалуй все, что я хотел вам рассказать сегодня. Если будут вопросы по игре, я обязательно отвечу или сниму видос. С вами был Павел, всем вкусного чая и добра!